Чёрная пятница по-нашему в 96-м — это примерка джинсов на картонке. Чёрная пятница по-нашему сегодня — это скидки до 60% в магазинах всего мира. Ещё и кэшбэк до 15. Хочешь подостальгировать? Пройди тест на letyshops.com и выиграй Тетис, Сотовый и много другого разного. Letyshops, верни своё. Ссылка в описании. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies. Этот год вышел невероятным для кинокомиксов. Во многом благодаря Войне Бесконечности. Но 2019-й обещает стать поворотным. И не только за счёт Мстителей 4 свет увидит рекордное количество экранизаций комиксов. И о некоторых вы даже не слышали. Обсуждением таких сюрпризов мы и займёмся. Вы узнаете, успеет ли Райан Рейнольдс выпустить ещё один фильм о Дэдпуле. Познакомитесь с новым сериалом внутри киновселенной Марвел. И, само собой, получите парочку, но уж очень горячих новостей о Мстителях 4. А смотрите ли вы сериалы о супергероях? Если да, оставляйте название в комментариях. А мы разомнёмся Гамбитом. Сложно даже сосчитать, сколько режиссёров сменил фильм с Ченнинг Славом Тра-та-та-та-тумом. Однако Фокс по-прежнему уверяет фанатов, что фильм находится у них в приоритете. Более того, Саймон Киндберг в прошлом месяце рассказал о сюжете проекта. По его словам, он изменился в сторону романтического приключения. Говоря проще, Фокс пилит копию Человека-муравья и осы. А место осы займёт Белла Донна, подружка Гамбита, о которой вы могли узнать из наших прошлых видео. Ребята даже обещают начать снимать его в феврале. Неизвестно, как сложится ситуация после перехода в Дисней, но даже в идеальных условиях выход фильма в 2019-м, ну уж очень маловероятен. А вот Мстители 4 обязательно выйдут. На днях в сети появилась информация о том, что Дисней задумала абсолютно уникальную промо-компанию проекта. Поговаривали даже, что студия не будет выпускать никаких трейлеров, оставляя сюжет в тайне. Нас будут кормить лишь постерами и крохами информации, чтобы собрать миллиард в первый же уикенд. На самом деле это было бы неплохо с точки зрения интриги, но губительно с точки зрения виральности. И Дисней официально опровергли все слухи. Трейлеры и прочие ролики будут, что, впрочем, не помешает сделать промо-компанию фильма уникальной. А тем временем набирает активность, ну уж очень крышесносная теория о фильме. Она заявляет, что никаких путешествий во времени не потребуется. Танос сам воскресит погибших Мстителей, чтобы использовать их как своих миньонов. Это легко осуществимо с помощью камней души и разума. И было бы весьма эпично посмотреть за битвой Человека-паука и Железного Человека. Первый трейлер обязательно подкинет дров в печку обсуждений. И не сомневайтесь, мы будем в первых рядах. А пока поговорим о Райане Рейнольдсе. Количество его шутливых атак на Хью Джекмана в социальных сетях увеличилось втрое. Рейнольдс выпустил наглое пародийное видео о том, что Хью не австралиец, да и вообще маньяк. Дружба дружбой, но очевидно, что Рейнольдс хочет получить камео друга в силу Х. Дэдпул 2 стал успешен, но для полного успеха следующего фильма появление Логана необходимо. Ведь сам выход проекта находится под вопросом. Ребята очень хотели начать съемки осенью, дабы не попасть под сделку с Дисней. Но ноябрь подходит к концу, а сила Х не тронулась с места. Теперь Рейнольдсу предстоят тяжелые переговоры с Дисней. Микки Маус любит только деньги и не будет рубить дойную корову. А вот с рейтингом Peace или X придется попрощаться. Мы уже говорили о том, что рождественская версия Дэдпула призвана доказать Кевину Файге жизнеспособность Пула в низком рейтинге. А трейлер только подтвердил наши догадки. В нем Рейнольдс прямо шутит о киновселенной. Наш вердикт – зеленый свет проекту дадут, однако появится он лишь в 2020-м. Ребята чисто физически не успеют стартануть его в следующем году. Но даже отсутствие Пула не отменяет того, что следующий год станет рекордным. В этом году, даже с учетом мультфильмов, в кино было 8 экранизаций комиксов. В 2017 и 2016 по 6, а 2019 подарит нам целых 11 фильмов. Мы выйдем на показатель одной супергероики в месяц. И даже Хеллбой, которого недавно перенесли на 12 апреля, смотрится солидно. Слитый первый трейлер насыщен юмором, а актеры вжились в роли прекрасно. По сюжету Хеллбой будет сражаться с женой Мерлина в исполнении Милы Йовович. Это будет более мрачная версия персонажа, но первые отзывы от ребят, посмотревших кадры, ну уж очень положительные. Но и 11 это не максимум. Ведь по планете уже несколько веков ходит вечно молодой Джаред Лето. На днях актер сбрил бороду и анонсировал подготовку к работе над вампиром Морбиусом. А такой быстрый старт вполне может означать, что японцы нацелились на 2019-й. Им нужно расширять киновселенную Венома, а учитывая относительно малые бюджеты, долго работать над Морбиусом не придется. Почти наверняка он выйдет осенью следующего года. Так что срочно пересматривайте одно из наших прошлых видео, в котором мы подробно рассказывали о персонаже и возможном сюжете. Еще недавно мы считали, что в 2019-м DC сравняется по количеству фильмов с Марвел. И те, и те должны были выпустить по три проекта, но новости от создателей Бэтмена, как всегда, не очень. Чудо-женщину 2 перенесли на 20-й, а к Шазаму в следующем году присоединится только Джокер. Ну хотя бы у этих фильмов все хорошо. Шазам уже готовит второй трейлер, причем режиссер обещает, что уровень графики в нем будет невероятен. Ну а Хоакин Феникс продолжает сливать фото со съемочной площадки, на которых засветился парень, но уж очень похожий на комиссара Гордона. А еще Бэтмобиль, так и намекающий, что эту часть вселенной DC планирует развивать. Другие проекты о мутантах тоже не слишком радуют. Темного Феникса после унылого трейлера перенесли аж на лето, а новые мутанты и вовсе под вопросом. Учитывая почти полные пересъемки, качество фильма вызывает сомнения. Да и Дисную не ко двору ужастик, в ориентированной на детей киновселенной. Но оба проекта таки должны появиться, слишком уж много в них вбуха на денег. Да и в любом случае Кевин Файги всегда может сказать, что он ни при чем. Ведь его киновселенная продолжает расти. И не только в кинонаправлении, и не только в анонсированном сериале о Локе и возможном проекте Алой Ведьмы. Если кто не в курсе, сериал «Плащ и кинжал» стал настоящим прорывом. В него никто не верил и никто не ждал, но ребята обрушили рейтинг своего канала. Если вкратце, сюжет рассказывает о двух подростках из разных слоев общества. Тайрон умеет перемещаться в пространстве, а Тенди бросаться световыми кинжалами. Их химия выглядит невероятно, и это стало следствием продления шоу на второй сезон. Он выйдет в следующем году, и если вы не знали, что посмотреть, не благодарите. К слову, 2019-й может вывалить еще и новых «Воинов» – сериала «Команде» под предводительством девочки-белочки. По слухам, его пилотная серия понравилась Марвел, так что женская версия Дэдпула уже на подходе. А главной леди следующего года станет Бри Ларсон. Капитан Марвел на днях отправилась на дополнительные съемки. Никакой катастрофы, это стандартный процесс для проектов такого уровня. Поговаривают, что под Новый год фильм поделится и вторым трейлером. А не так давно вышел комикс-приквел, раскрывший важную деталь «Войны бесконечности». Многие недоумевали, почему Ник Фьюри так долго выжидал, чтобы позвонить Кэрол. Но у нас, наконец, есть официальный ответ. В конце Гражданской войны Мария Хилл заявила Нику, что «Мстители» стали ненадежными, да и вообще супергероям нельзя доверять. А Ник отвечает, что не всем. Мария догадывается, что у него есть козырь в рукаве. Однако Фьюри дает понять, что будет звонить Капитану Марвел лишь в случае, когда все катастрофически плохо. Видимо, по итогам сольника Кэрол, ребята разойдутся не слишком по-доброму. Но все-таки Бри Ларсон не злая. Комикс вы можете посмотреть по ссылке в описании, ну а мы поговорим о Карателе. Джон Бернтал исполнил его безукоризненно. И второй сезон уже отснят и готов. К сожалению, Нетфликс не делится датами выхода проектов заранее. Но одно можно сказать точно. Фрэнк Кассел вернется либо уже в этом году, либо в начале следующего. Ибо Железного Кулака и Льюка Кейджа прикрыли ввиду ужасных рейтингов. Кому как ни Карателю и сорви голове поднимать супергероев канал из колен. Тем более, что шоураннер проекта «О дьяволе и адской кухни» рассказал, что уже предложил каналу историю для четвертого сезона. Учитывая, как здорово дебютировал Меченый, нетрудно предположить, что он и станет главным злодеем. А еще есть агенты Щ.И.Т., Легион, Джессика Джонс и другие шикарные экранизации Марвел. DC также радует нас Титанами, так что 2019-й обещает взорвать планету. Мстители 4 и Человек-паук, несомненно, станут главными хитами. Но и подносить патроны есть кому. Откладывайте деньги, друзья, и разминайтесь установкой лайков под этим видео. В ближайшем будущем вам придется делать это ну уж очень часто.